В Большеберезниковском районе завершается работа молодежного форума «Инерка-2017». В бывшем лагере под Николаевкой представители разных молодежных течений собираются каждый год. Владимир Волков посетил форум с подробностями Юлия Порунова. Молодежный форум «Инерка» проходит уже восьмой год подряд. Обычно у него две смены за лето. В этом году погода помешала провести первую так, как планировали. Но заявок на участие было столько, что организаторы решили сделать большой заезд для всех. Я вот не знаю совершенно, почему же туризм так не пиарят, как волонтеров, потому что это настолько мощный, скажем так, воспитательный элемент, да, такой рычаг. И мы тем самым своим городком, да, своим вот этим детищем, можно сказать, стараемся привлечь как можно больше людей и к походам в частности. Впервые в этом году мы проводили военно-спортивную игру «Орленок». Совместно региональное отделение ДСАФ России, Республики Мордовия и спортивный лазертаговский клуб. Был этап такой, как снайпер, где стреляли ребята из образцов, представленных у лазертаговцев, современного стрелкового оружия. Также был этап разведчик. Визиты регионального лидера в молодежный лагерь на Суре в Большеберезняковском районе стали уже традицией. Для участников это возможность задать Владимиру Волкову вопросы на злобу дня и получить откровенные ответы. Наша основная проблема в том, что на территории Республики Мордовии нет полноценной воинской части, на базе которой мы могли бы ошать боевые стрельбы. Владимир Волков подчеркивает, что именно от подрастающего поколения зависит будущее России и Мордовии. Пока региональный лидер шел по лагерю, авторы проектов атаковали его своими идеями. От предложений по созданию мини-ферм до политических предложений. В местных советах у нас не очень много молодежи. Проблема есть, она очень большая проблема. Молодость, амбициозность, инициативность и, как сейчас говорят, креативность – главное, что объединяет участников форума «Инерко-2017». По сути, это площадка для отбора и поддержки талантливой молодежи. В этом году свои палатки здесь разбили более полутысячи человек. Все они – представители молодежных организаций. Вчера проводил Италий Леонидович совещание по подготовке к чемпионату мира. Я вот только сегодня приехал с этого совещания. Там отмечалось, что дать большую свободу волонтерам самолет-аэропорт. Потому что свободы все-таки там не совсем давали, и поэтому не везде все получалось так, как нужно. Большое интервью с Владимиром Волковым, завершающий день форума «Инерко» – это пока не традиция, но очень похоже на ее начало. Вопросы о политике, экономике, о международных отношениях и даже молодежном фестивале 87-го. Я хотел бы пожелать, чтобы молодежь в Мордовии имела возможность получить все то, что необходимо современному молодому человеку для того, чтобы продуктивно, счастливо и комфортно жить в современном мире. Вот это самое важное. О борьбе с наркотиками на «Инерке» говорили отдельно. Участники согласились. Справиться с этой угрозой можно только общими усилиями. Люди чем-то должны все время интересоваться, отвлекаться. Самая большая центральная площадка лагеря с трудом вместила всех участников форума. Тот лозунг, что мы должны быть первыми в мире, который мы активно пропагандируем, он был в душе каждого из вас. Во время торжественной церемонии региональный лидер вручил победителям республиканского конкурса гранты на реализацию проекта. Торжественная церемония закрытия молодежного форума завершилась большим концертом. Юлия Порнова, Александр Зюзяев. Наши новости.